Hello, 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 oh, раз, раз, как слышно. It's nice to be back. Приятно вернуться назад. Thank you for the invitation again. Спасибо вам большое за приглашение. I would like to say something before we start with the talk about, before we start talking about the subject. Перед тем, как мы начнем говорить о самом предмете встречи, я бы хотел вам кое-что еще сказать. Я получил несколько писем по электронной почте от людей, и эти люди писали следующее. Я бы не хотел видеть свою жену, или детей, и самого себя, что нас публично выставляют на Ютубе, в интернете. Поэтому я хотел бы попросить людей, которые делают видеозаписи, не выкладывать и не загружать эти видеозаписи, не предупредив меня, Цезаря. Если кто-то из вас не хочет появляться публично в видеокадрах, пожалуйста, поднимайте руку, сообщайте об этом, если будете выходить и задавать вопросы. И если вы об этом предупредите, то разговор с вами, он будет вырезаться. И также те, кто делает видеозаписи, если вы будете так любезны передавать мне их, то я буду очень вам благодарен. И после мы найдем кого-нибудь, кто смог бы сделать качественные издания, то есть эти встречи в видеоформате, но в качественном варианте. И тогда уже, то есть вырезанные, обработанные, мы сможем помещать их в интернет. То же самое касается фотографий, потому что многие не хотят, чтобы фотографии с ними появлялись в интернете. Это нормально, у каждого человека есть право хотеть или не хотеть появляться в интернете. И я бы хотел сохранить эти беседы очень чистыми. То есть я бы хотел сохранить простоту и красоту истины, и я не хочу ничем украшать встречи. То есть я не какой-то мудрец, я не святой. Я не святой. Я не просветленный. И нету меня. Нет этого мое я. И как раз это является темой, предметом этих встреч. И целью этих встреч, если есть, конечно, какая-то цель, это как раз и посмотреть, а может ли это узнавание себя произойти сегодня. И если оно не произойдет, возможно, появится какое-то понимание. Поэтому, пожалуйста, если кто-то хочет выйти и задать первый вопрос, будем рады вас видеть. Я бы хотел прояснить для себя следующий момент. И есть сознание, и как бы это одно. И есть то, чем отождествляется сознание. Это подразумевает что-то еще одно. Вот как бы, можете ли вы разъяснить этот момент? Получается, уже не одно. So then it means there are two. It's not like there is only one. Can you clarify this? Absolutely, we can clarify. Yeah, of course. This is why we are here. In reality, awareness is not it. Знаете, на самом деле, осознавание — это не оно. То есть, осознавание — это не абсолют. I have been trying to rectify, one can say, what I have been speaking for some time. И знаете, вот сейчас я как раз пытаюсь как-то сложить воедино то, о чем я уже долгое время говорил. Дело в том, что английский — это не мой родной язык. It is already difficult, it's not impossible to convey this with words. Поэтому, уже исходя из этого, очень сложно, если не невозможно, передать самое главное — словами. And I was asking, looking for words here and there to be able to explain this. И вот все это время я пытался и пробовал разные слова, чтобы объяснить суть. And I found one that I feel it is better. И вот я нашел одно, которое, как мне кажется, самое лучшее. Существование. There is something that exists, есть нечто, что существует, that is aware. И это существующее, оно осознает. So awareness поэтому осознавание is a functioning это как бы способ функционирования, проявления of existence. Существование. And there is a huge mistake going on around this that bite a fashion thing. И есть также очень большая ошибка, которая связана с вот этим вот модным сейчас явлением, адвайтой. Which is to identify yourself with awareness or the absolute. Когда ты начинаешь отождествлять себя с осознаванием, с абсолютом. And that is perhaps a mistaken translation from any book or any teacher or whatever. Который появился в какой-то книге или при переводе какого-нибудь учителя. It's not for you to regain your identity with awareness of the absolute or to identify yourself with awareness of the absolute or existence. То есть это не о том, чтобы вернуть твое отождествление, твое единство с абсолютом или с осознаванием. It is about not identification at all. Это все о том, чтобы не появлялось отождествление вообще, ни в каком виде. Потому что для того, чтобы существовало отождествление, there must be something or someone that identifies with something. See? чтобы был некто или нечто, что могло бы отождествить себя. So that which exists is that which is conscious now. это оно сейчас осознает. See? And consciousness or awareness is not separate from that which exists. И осознавание или сознание, оно не отделено никоим образом от существования. So consciousness is within existence. Получается, что сознание находится внутри существования. So it's whatever you are conscious or aware of. точно так же, как внутри существования находится и все то, что ты когда бы ты ни было осознавал. So whatever you are aware of is inseparate from awareness, awareness is inseparate from existence. То есть все, что осознается, оно не отделимо от сознания, а сознание, оно не отделимо от существования. So what is there is only existence. То есть единственное, что существует это существование. But out of identity with something that exists in existence, но за счет того, что появляется отождествление с чем-то, что находится в существовании, то есть с вот этим, с телом. Which is a world. See? Then an idea appears. Возникает идея. I. Я. See? That's a thought. Это мысль. That is the mind as ego. Это и есть ум в виде эго. It's called ego because ego is not something or someone. Ego means sense of separation. Ego. Ego, but it means nothing or necho. Под ego подразумевается всего лишь чувство обособленности, чувство разделения. Sense of individuality. Nothing else. It's an idea that arises in existence. It's a confusion within existence. It's a confusion within existence. It is the illusion within existence. Иллюзия внутри самого существования. So this idea This thought is mine as a self. And it's what this is mine as a self. Mine as someone. It's this idea of being something, someone, somebody. What this is that I is that I is a person or whatever, a separate individual self. The idea of being something, that is going to regain or lose identity with something. И вот это вот индивидуальное отдельное я собирается потерять отождествление с чем-то или вернуть отождествление с чем-то другим. That is also an idea. See? Понимаешь? See? An idea wanted to get rid of an idea that is impossible. an idea wants to избав from another idea but it is an idea seeking after an idea but it is all thoughts. It's impossible to be aware of something without this idea. Но разве это не еще одна идея? Даже если бы я сказал, да, это возможно, это будет еще одна идея. Я хочу, чтобы ты сейчас это заметил. Видите? Это весь момент этого разговора. Осознать то, что ты сам думаешь. И понять, насколько оно иллюзорное. И все, что нужно, уже есть. Истина уже есть. Все, что проявлено, оно и так существует, независимо от того, ты думаешь, что оно есть, или ты думаешь, что его нет. И сознание, что все присутствует, также уже есть. То есть, и сознание тоже есть. И то, что все это осознает через сознание, оно также есть. Но вот то, что все осознает, это не идея. Это факт. Это факт. Поэтому, как мы можем говорить о разделении, о том, чтобы вернуться, о том, чтобы воссоединиться, о том, чтобы слиться с чем-то обратно? Никак. Правильно. Правильно. Мы не можем. Но даже не так, что мы не можем, потому что на самом деле нет никаких нас, которые бы не могли. Гуи is a conglomeration of I. Потому что мы — это просто некое собрание я, я, я. Поэтому мы — это настолько же иллюзорное, как и я. Понимаете, это ужасающе просто. Это предельно просто. Это до нелепого просто. И не нужно быть супер-йогиным. не нужно быть саньясиным, монахом или чем-то вроде этого. И все это для каждого. Потому что это все. Все являются этим. Понимаешь? Чуть-чуть. На интеллектуальном уровне это понимается, но нет осознавания этого. Можешь повторить начало? На интеллектуальном уровне понимается, но осознавания этого нет. Интеллектуально it is understood, but there is no realization of that. Тогда сейчас забудь об этом интеллектуальном понимании тоже. The intellectual understanding is necessary only for some time, until certain extent. Интеллектуальное понимание, оно необходимо только до определенной меры и всего лишь на какое-то время. Eventually it becomes the disturbing factor. Потому что в конце концов даже твое понимание интеллектом, оно превращается в нечто, что мешает тебе. All what you know, you can perfectly say спасибо. Спасибо. Пока. On my way here, a very funny song came to my head from the car, from the parking place to the hall. Yeah. Когда я ехал сюда, по дороге очень забавная песенка пришла мне на ум. going through again and again through the same amazing fact. Я вот, ну, как бы вертелся, один и тот же удивительный факт в голове. I'm always unprepared. Понимаете, я всегда не готов. See? It's amazing. Это удивительно. And then I had to write it down. And then you have to use words just as a pointer. And then you have to use words just as a pointer. If you are unprepared, если ты не готов, you are always ready. Тогда ты всегда готов. See? More unprepared you are, чем больше ты не готов, more ready you are. Тем больше ты готов. Тем более ты внимателен, тем более ты чуткий. тем больше ты осознан, тем больше ты осознаешь свое собственное существование. I'm more conscious of what happens in existence. и также ты в большей степени осознаешь все то, что происходит в существовании. Then in this moment, поэтому сейчас, в данный момент, забудь обо всем. Забудь обо всем. Потому что все уже готово, все сделано. Everything is already happening. See? The body is already breathing in and out. The heart is already beating. The wind is already blowing. Life is already happening. Жизнь уже случается. What is the effort? А где в этом усилие или напряжение? And who is making it? Есть некто, кто это все делает, совершает. There is no effort in life. В жизни нет напряжения или усилия. There is only this amazing effortless existence. Существует только это удивительное существование без усилий. What is awareness without you knowing what awareness means? А что такое сознание или сознание, если вот ты не знаешь, что есть такое понятие и что оно что-то значит? What is God if you haven't ever heard about him or her? Был бы Бог или богиня, если бы ты не слышал никогда о нем или о ней? What is spirituality without you hearing, reading about it? Была бы духовность, если бы ты не услышал про нее или не прочитал про нее? What is religion? What is heaven? What is hell? Был бы рай, была бы ад, была бы религия. What is where and what is what? И что, что есть что? Кто есть кто? before you know about it. Если все это, пока ты не узнаешь о нем. All that is knowledge. Потому что все это знания. Thoughts. Мысли. Концепции. Ideas. И идеи. And the name illusion in the realm of spirituality Yeah. И вот это имя иллюзия в сфере духовности points to this указывает именно на это. Points to I указывает на вот это я you you he she she eat God world individual heaven hell and the lease is endless. You name it. список он бесконечный вы сами можете назвать. If you forget it all now if you forget it all now if you forget it all now you still exist. You still exist. You exist without knowledge. То есть ты существуешь без знаний. You don't need knowledge. Поэтому тебе не нужны знания. они не являются необходимыми. And yet it comes from you. Но вместе с тем знания приходят из тебя. You don't need any of this. Но все вот это это не так что оно тебе необходимо. And yet you experience it. Но все равно ты все это переживаешь. And it's already within you. И все это уже содержится внутри тебя самого. You are this moment. Ты являешься вот этим вот моментом. И ты не отделен от настоящего момента. И если ты знаешь, что ты и настоящий момент это одно целое, тогда исчезнет даже сама идея есть я и есть происходящее. все просто есть. Вот такое вот существование без идеи, без представлений. Спасибо. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посиди, побудь просто там без идеи, без представлений. He's going to six just next, just nearby. Come in, you can sit here if you want. You don't mind. Yeah, wait, wait. Do you mind to sit down for a second or two? We are busy here doing nothing. We are busy here I just feel so impatient to ask something. I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know. I know, I know, I know. In a few moments we are not going to deal with that. Don't go, don't go, don't go. I'm not sending your way. And this is it, my friend. And this is it, my friend. Fact. Вот это все факт. Действительность. It's not a thought. И это не мысль. Consciousness of this is a fact. It's not a thought. Consciousness of this or awareness of this is not a thought. It's a fact. И осознание всего этого, осознавание действительности, это тоже факт. Это не некая мысль. И то, что осознает действительность, это тоже не мысль. Это факт. Но в этом состоянии нет никаких намерений, никаких идей. И как вообще жить с таким состоянием? then there are no intentions, there are no any ideas in this state. So how it's possible to leave from this state? Do you are living? Ah, that's a good question. Freely. Absolutely free. Fresh. New. All the time. Постоянно. Like a child. Как ребенок. Все будет свежим и новым. Постоянно. Это спонтанность. See? Спонтанно. И все будет спонтанным. Акши и реакши, которые не будут кондиционированы от памяти, прошлые испытания, кондиционированные. И будут происходить действия и реакции, которые не будут окрашены воспоминаниями, прошлыми переживаниями, прошлым опытом, вообще прошлым. Акши и реакции, которые будут происходить literally out of the blue. Это будут действия и реакции, которые в буквальном смысле будут происходить ни с того, ни с сего, ни с ниоткуда. See? Это означает жить в этой невозможности, что бы то ни было, предугадать. то есть ты сам становишься вот этой вот непредугаданностью, если можно, конечно, так сказать. ничего не зная. И это свобода ничего не знать. и незнание является матерью сообразительности, сообразительного поведения. Акши, которые происходят из-за быть aware of what is happening, не из-за thinking about what is happening. и тогда получается действия, которые происходят за счет осознавания того, что есть, а не из обдумывания того, что есть. То есть ты живешь, не зная как. Know how. Нет никаких как, как-нибудь, вот так или этак. Что-то спонтанно что-то спонтанно само по себе проявляется. Просто за счет того, что ты на все сто процентов осознаешь данный момент. И даже более того. Ну, начнем с того, что ты начнешь четко осознавать данный момент. Ну, остальное, что ты там сможешь еще видеть. Оно, возможно, в одном наборе придет попозже. Может быть. I'm not talking about forgetting your scientific knowledge, technical knowledge, and so on. То, что я имею в виду, это не то, что ты должен забыть все свои практичные научные знания. Я имею в виду концептуальные знания. так называемые идеологические знания. Это все память. Получается, что, в принципе, наши воспоминания чаще всего портят нашу жизнь. 95% наших действий или реакций обусловлены нашими воспоминаниями. Мы никогда не делаем. Мы только думаем, а что сделать или чего не делать. Или как это сделать. Где? С кем? Или с кем лучше не делать? Видите? Что правильно, что неправильно? Это приемлемо или это неприемлемо? Что такое идея? А где эти примеры для сравнения точки отсчета? И это удивительно. Но, конечно, поначалу страшно. А сейчас что? Что же дальше? А дальше нет. Это дальше, но никогда не существует. Такого на самом деле нет. А что же будет дальше в следующий момент? Потому что следующего момента не существует. потому что есть только настоящий момент и всегда существует, всегда будет только настоящий момент. «Ты можешь это увидеть? Замечаешь это? Можно ли это увидеть? видеть?» «На?» 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 Ты сейчас можешь себе заметить это некое стремление, некий посыл найти? «Чувствуешь это внутри себя?» «Это вот маленькое желание узнать?» «Желание, что ты хочешь, это понять, постичь?» «Это вот очень такое нежное, еле заметное намерение, я хочу понять это, прожить это, испытать». «Ты можешь это почувствовать сейчас? вот это вот можешь почувствовать это некое чувство незавершенности, что чего-то не хватает? «Замечаешь вот эти вот такие посылы, как бы вот как стремление к чему-то? Пусть так и будет. оставь как есть. Просто осознавая вот это. пусть будет. Ты не можешь остановить этот поиск, это стремление. Потому что стремление тоже останавливается само по себе. тогда, когда ты осознаешь, замечаешь вот это вот движение, я стремлюсь к чему-то. если есть отождествение с вот этим энергией в теле, что ты чувствуешь от здесь, может, что-то стремление, с вот этим позывом, то есть что-то типа энергии ощущается в теле, и, возможно, у тебя это что-то типа ощущение, ой, пойду-ка я отсюда. То есть может быть есть отождествление с вот этим вот ощущением, но если ты не отождествляешься с ним, получается нету меня, кто ищет, нету некого я, которое стремится. Когда ты не отождествлен, получается есть это просто некое движение внутри существования, оно есть внутри существования, и в то же время оно неотделимо от существования, и поэтому оно совершенно неизбежно, вот это ощущение. И когда ты неотождествляешься со стремлением, оно замедляется, угасает. Вот эта вот энергия, как бы понять, постичь, пережить, она тоже угасает. И уходит потихоньку. это только некая энергия в теле, которая создается за счет неосознанного мышления, за счет идеи. мне нужно просветлеть. Я должен это испытать. Я хочу постичь, я хочу реализовать себя. Я хочу быть одним целым. Я хочу с Богом. Или с той девушкой, потому что все это одно и то же, нет никакой разницы. Это еще одна идея. Ты и то, что ты ищешь, к чему стремишься. И то и другое это просто мысли. Ты и то, что ты ищешь и сам поиск, стремление к чему-то все это происходит в уме. работа ума. основанная на неких убеждениях, на неких представлениях. То есть речь идет об обусловленном мышлении, думании, эгоистичное размышление. Сейчас это успокаивается? А что оно из себя представляет? Вот это поиск. Ничего, по сути. поиск чего бы то ни было. Денег, титулы, славы, известности. Это просто некая идея, которая создает в тебе чувство незавершенности, что чего-то не хватает. И когда вот это движение, это ощущение внутри тебя прекращается, все прекрасно. Все в порядке. Все в порядке. И существует только вот эта вот хорошесть, все хорошо. Ты можешь заметить, что в таком нету делания? То есть осознавать что-то или замечать, это не значит, в этом нет никакого действия. Что осознавание, оно происходит без напряжения. И то, что осознает, оно существует точно так же, без напряжения. Нет напряжения. И при этом все происходит. The job is already done. То есть вся работа уже сделана. пока unless you think this is happening, пока ты не начинаешь думать, это происходит, nothing is happening. Пока ты не начинаешь думать, о, вот это происходит, ничего не происходит. пока ты не начинаешь думать, этого не хватает, все на месте. есть еще внешние факторы, которые вытягивают из этого состояния. But also there are external factors which takes you out from that state. Some factors, something happens and it takes you out from that state. External? External. Internal? External, internal? What is the wall? What is outside and inside? If you don't think about it. External factors doesn't take you out of it. это не так, что внешние факторы вытягивают тебя из этого. External factors wake up ideas within existence. Это внешние факторы, они пробуждают идеи внутри существования. Как бы поднимают на поверхность. If you become conscious of the idea, if you see the idea, it's better to say, is the idea it is seeing or лучше даже не говорить ты видишь, лучше говорить, когда идея начинает замечаться, начинает видеться, тогда она угасает. потому что все эти ощущения в теле, которые мы можем называть чувство незавершенности, чувство, что чего-то не хватает, или ощущение неполноты, отсутствие целостности, все ощущения всего лишь эхо, отзвук некой мысли. То есть мысль это всего лишь камешек, камешек, который бросается и затрагивает покой. этот океан спокойствия и вся эта рябина в воде вот уже вот эти вот ощущения в теле. Сенсations in the body, you call bad feelings and your good feelings also, my dear friends, are also created by thoughts, they are not real at all. Все эти ощущения или плохие чувства в теле или даже хорошие чувства я должен сказать, мои дорогие, что хорошие ощущения или чувства в теле, они точно также производятся за счет мыслей. Каждый раз, когда твое счастье происходит из-за чего-то или почему-то, такое счастье ненастоящее. А когда ты не знаешь почему, и вот в этом я не знаю почему, в нем нету безобразности, и это безобразие. Вот такое оно вне красоты и вне безобразия. beauty is an ugly thought compared with what comes spontaneously. Beauty is an ugly idea compared with what comes spontaneously. То есть даже наше понятие красоты оно по сути просто безобразие, оно безобразно, если сравнить это с тем, что происходит, появляется из тебя само по себе, спонтанно. То есть то, что происходит само по себе, а не почему-то или ради чего-то, оно находится даже вне рамок красоты. Просто смотри, что происходит. И среди этих вещей, которые происходят, также бывает, неосознанное мышление вместе с вот этой вот реальностью, с тем, что действительно происходит в теле. Расслабься и смотри, что происходит. Это не какой-то метод или практика. Будь этой расслабленностью самого себя, будь покоем самого себя, будь в этом. какое-то понимание уже происходит, это хорошо. Когда я замечаю вот такое, я называю это завод по производству попкорна. кукуруза взрывается. Пап, 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 пап. Хорошо, я могу тебе что-нибудь еще сказать? Кто-нибудь выйдет следующим, мы получим то же самое средство. Лекарства будут те же. Но я не против повторяться, потому что это является совершенно необходимым. чаще всего нужно слушать это много раз, до тех пор, пока что-то не щелкнет внутри. Внутри относительно вы уже поняли, о чем я. Спасибо. now you can come. Да, пожалуйста. I already got the answer for the question with which I came here. But there are three more, which I've got just now. Three more questions? Three? Well, I can limit myself to one. You can limit yourself to one? I don't want you to limit yourself. Не хочу, чтобы ты себя ограничивал. Это какой-то волшебный стул, кстати. Я начинаю это чувствовать. Actually, this chair is magic. what I feel is just I feel just like to sit here and that's all. Me too. I have to have to see how how Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Но знаете, я нахожу это достаточно скучным. И ты можешь применять вот этот вот секрет, так называемый. И ты преуспеешь, вот используя вот эту вот тему, этот фильм «Секрет», но это тебя не удивит, это не будет сюрпризом. То есть ты можешь идти, ты можешь идти куда-то, и при этом тебе будет абсолютно скучно, что ты знаешь, куда ты идешь. Ты будешь идти и знать, что тебя ожидает. А может быть по-другому, ты идешь, и ты приходишь в изумление, тебя удивляет то, что просто происходит. Речь идет о том, что мне не надо ни к чему стремиться. Мне надо просто идти. От моих мыслей не зависит реальность, которая меня окружает. Все мои стремления по жизни не имеют никакого значения. Единственное, что я могу делать, идти и удивляться. Да, правильно? В этом суть концепции. Я хочу понять, на самом деле. Я просто хочу узнать, is it your concept is the next thing? So I can just go, I can just walk, not knowing and being amazed without any thoughts? Is it your concept? Fact, fact, not concept, fact. Yeah. It's a fact. Мне надо достаточно просто идти, ни о чем не думать, ни к чему не стремиться и принимать сюрпризы от жизни, какие бы они ни были. So for me there is no need to think, there is no need to seek for anything. I just can perfectly walk and accept all these surprises from the life. Well, let's slow down. Давай немножко притормозим. Okay. So it's thinking among the other things in life simply happens. Мышление или размышление это еще одна вещь из множества того, что происходит в жизни. It is impossible to control the mind. И ум невозможно контролировать. So whether your thoughts are conditioned by past. Независимо от того, твои мысли обусловлены прошлым или они прямо сейчас возникают сами по себе, спонтанно. Все мысли просто происходят. Ты не можешь выдумывать мысли. Ты не можешь подумать перед тем, как ты подумал. Я могу передумать. Я могу подумать одну вещь, а потом подумать другую вещь по тому же поводу. Я и человек имею свободный выбор. Что мне думать, что мне не думать и как мне жить. Я имею в виду what to think и what not to think. Господь Бог дал мне эту волю. Правильно? Делать свой выбор. Бог himself has given me a will to have a choice and to choose what I think and what I do. See, this is what I call human delirium tremendo. Tremendo? Am I right? My English teacher delirium tremendo? Delirium tremendo. It's like delirium. This is human delirium. Not trauma. Tremendo. Trauma. Yeah. Это то, что я называю. То, о чем ты говоришь, это то, что я называю. Это такая человеческая травма заблуждения. You are delirating. You are delirating. I mean like under delusion? Yes. То есть ты это заблуждение. Любая мысль это заблуждение. I'm not trying to... Концепция, идея, мысли, тогда это все заблуждение. Какая равенца в голове у меня, например, или позитивно, ну, это опять-таки концепция, да, позитив, негатив, нет? But then any thoughts are delusion. Any thoughts and ideas are delusion. I'm just, I'm not arguing with you, I just want to understand. Или я уже все понял, но... Or maybe I have already understood everything. You did, but you forgot. Если честно, ты все понял, но уже забыл. Thank you very much. No, 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 wait, 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 wait. Understand this. Пойми вот это. See? You cannot predict your next thought. You are conscious of thought when the thought is already out. You are conscious of thought when the thought is already out. You cannot be conscious of something that is not there. It's impossible. See a contradiction in terms, even. There is даже противоречие в самих словах, терминах. I can't in terms, I will say I love a thought can imagine. Oh, I can change my thoughts. I can change my thoughts. That is a thought that just happens. No, it's a thought that just happens. If it's a thought that just happens, then we can't be able Right? We can just 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 what. It's just evidence." This is an idea that is just happening. This excellence an idea that is just happening. The idea loses its reality and disappears. When you manage this Step this is vision. If you just understand this idea, и тогда она теряет силу. Скажи, почему ты хочешь управлять мыслями, менять их? Я сказал, это моя концепция. Насколько, ну, как мне представляется, я с помощью своих мыслей создаю свою реальность. Когда я рисую определенную картину мира в подсознании в своем, да, ну, вернее, не в подсознании, из сознания закладывая в подсознание, как мне кажется, это моя концепция. Именно это создает мою реальность. All this is my concept, that I can put in some thoughts, creating some thoughts, I can create some certain reality. And you are saying that it's not like that. Hold on a second. Подожди на секундочку. Reality is there before you think. Знаешь, реальность, она уже есть для того, как ты о ней подумаешь. Я понимаю. I understand. You want to change reality. А ты хочешь ее изменить. Но я ее творец. But I am the creator of it. I am a creator of reality. But what makes you think that reality was created out of effort? See, if you know what you're talking about, this conversation wouldn't be there. I'm afraid to say so. I have to say that. Извини, но мне придется сказать, я боюсь, что я такое скажу, если бы ты действительно разбирался в том, о чем ты говоришь, то весь этот разговор просто не возник бы. Начнем с того, что нету творца и нету творения. Потому что нету двоих, нету раздвоения. There are also concepts. Эти два, двое, это тоже концепция. Creator и творение. That is what I... That is why... Yeah, you're going to quit. Yeah, I'm going to quit. Okay. I will quit. I will think. I will think. They're already thinking. I will think. You see? I don't know if you can see what I'm pointing at. I will think. Thinking is already happening. Это уже размышление. Оно уже происходит. And when the thought I will think comes, then you become conscious of it. А когда происходит мысль, я... Мысль происходит, я подумаю, и тогда ты ее только осознаешь. But you can become conscious of the fact that that is an unconscious thought. Но ты даже... You can or you cannot. You can become conscious of the fact that this is an unconscious thought. Но при этом ты можешь осознать, что вот эта мысль, я подумаю, она неосознанная. And this unconscious thought will lose its reality. И тогда эта неосознанная мысль просто потеряет силу, реальность. This moment can be the expiring date of that idea. И тогда настоящий момент станет последним моментом, последним... Как бы это смерть будет для этой идеи. This moment is expiring date of any idea. Но на самом деле настоящий момент это последняя точка годности любой идеи. С этого момента и навсегда ум испорчен, он не может применяться. Как мясо. То есть он портится прямо в настоящем моменте. Как только возникает, ум сразу же испорчен, то есть он не действует. Это как мясо, которое прямо сейчас уже испорчено и начинает разлагаться. И eventually it disappears. Разлагается и потихоньку вообще исчезает. This chair doesn't work anymore, but still I have two questions. You have no idea what you have done sitting in that chair. Because the whole thing was done before you ask any questions. And the paradox is it's so beautiful that you are not even conscious of that fact. Just wait and see. Do you mind to put the microphone closer? What about thoughts? I haven't quite understood about practical kind of thoughts. Somebody does business, somebody brings up a child, and all of us in such cases we have to plan something. Нет, не должны. Don't we? Do you plan to have a child? А ты что, планируешь иметь ребенка? Я не про детей говорю. Или это происходит? Случается. А то есть бизнес-план это фигня. Так вот, одним словом. Who is the plan maker? That's my question. Мой вопрос, а кто этот планировщик? This is what I am insistently pointing at. Я именно на это непрерывно указываю, а кто планирует? And the whole point of this conversation is to become conscious of this simplicity. И вся суть, весь смысл этого разговора как раз к этому сводится, чтобы осознать простоту. Who is a love maker? Кто занимается любовью? Не понял я. I didn't understand. Who is the baby maker? А, ну вот понятно. This I understood. No, I don't think so. Я не думаю, что ты понял. Who is it? Кто? Вот кто этот некто, кто планирует? Кто этот некто, кто занимается чем бы то ни было? Then a thought comes. Then a thought comes. Well, it is me. Ну, я? Кто же еще я? How can a thought do anything? Ну, мысль появляется. Как мысль может что-то делать? How can even a thought think itself? Ну, да, это фигня. Бизнес-план, это фигня. Понимаешь, мой друг, мы здесь говорим о бесчисленных возможностях проявиться, выразиться, что выражение чего бы то ни было может происходить различными путями. Просто будь осознанным. Тогда план приходит. И энтузиазм тоже приходит. И энергия это сделать приходит. И деньги. И вся эта инфраструктура чтобы сделать. Все приходит в одном наборе. И оно обречено на успех. Единственное, что нужно, быть внимательным, да? Быть в моменте. The only thing what is needed to be watchful, to be in the moment. to be how do you call it? Not to be in the moment, to realize даже не быть в моменте, а понять that there is only this moment. Просто понять, что все, что есть, это только настоящий момент. You cannot try to be in this moment. И не можно, нельзя попытаться быть в моменте. If you think about being in this moment, you are not in this moment, you are late. Понимаешь, если ты начинаешь думать, а сейчас я буду в моменте, ты уже, ты получается, уже думаешь, и ты уже опоздал, ты уже не здесь. Ты думаешь, а здесь. Ну, я не понял, но, наверное, кто-нибудь еще спросит. This point I haven't understood, but maybe somebody else will ask, and I know. Slowly, slowly. Is it the first time you come to this talk? Ну, ничего, потихоньку. Это твой первый раз на таких встречах. You are not for the first time in this city? No. No. This is my, what? Second, third? I don't know. Second. Да, здесь это второй раз я приезжаю. You are not maybe fully familiarized with this. И дело в том, может быть, ты не совсем знаком с встречами именно такого плана. No, I am not familiarized at all. There is nothing about religion here. То есть, все, что здесь происходит, не имеет никакого отношения к религии и к духовности тоже. This is beyond religion and spirituality. Это все находится вне религии и духовности. There is nothing about self-improvement here. Здесь не идет речь о самоулучшении. There is nothing about methods to become better, good, more rich, more beautiful, more healthy, more enlightened. Здесь не даются никакие методы, как стать получше, как стать попросветленнее, побогаче и так далее. Here, there is only descriptions. А здесь даются только описания. There is no prescriptions here. Нет никаких предписаний. I am quoting now. Сейчас я цитирую, вообще-то. Спасибо большое. Thank you very much. Это что? Сиприл, не поймите неправильно мой характер. Иногда я очень такой интенсивный, настойчивый. Иногда я очень настойчивый. но это не значит, что я сержусь. Some kind of intensity used. Ну, просто такая вот напористость появляется и все. Yours happens. Вот так происходит. Yes. Здравствуй, Цезарь. You can put the microphone closer, I'm more comfortable. You can put it comfortable. You can put it comfortable. Здравствуй, Цезарь. Hello, Цезарь. Можно я тебя подругу просто? Can I just try you? Thank you, thank you. Actually, I've come here just to be really sure that you exist. She said to try you. На самом деле, с апреля где-то со мной происходит что-то невероятное. Цезарь в моей квартире утром, вечером, днем, целый день, во сне. То есть это происходит каждый день. Since April, I have been experiencing something unbelievable. Цезарь has been in my apartment all the time in my dreams, like just there in my apartment all day long. I heard that before. Oh, я уже такое слышал. Да, я смотрю видео, смотрю видео, смотрю, смотрю, смотрю. I've been watching videos and I'm doing doing this. Я вообще не знаю, как я здесь оказалась. And actually, I'm not really understand how I got here. У меня нет никакой цели and I don't have any purpose. Yes. Welcome aboard. Добро пожаловать на борт. Ben, you're experiencing life as it is. Ben, you're experiencing life as it is. Sometimes I wake up in the morning and I what am I doing here? What am I doing here? How did I even get here? How did I get here? This beautiful mystery. It's a beautiful mystery. Да, твоя улыбка говорит, что да. И вот все к этому сводится. Listening, listening to this, listening to this, listening to this. Мой ум как-то вклинивается, вот весь этот процесс пытается проанализировать, может быть у меня зависимость какая-то появилась. Но, you know, sometimes my mind tracks in between and trying to analyze, maybe it's kind of, how do you call it? Dependency. Like I'm depending on that, like listening to you. Это не так. Не нужно недооценивать эти беседы. It doesn't matter if you're listening through Caesar or Peter Pan. Не важно, через кого эти беседы происходят, через Цезаря или через Питер Пэна. Не стоит недооценивать эти слова. Не нужно их воспринимать как само собой разумеющиеся. Это, конечно, здорово, что сейчас у нас есть такие технологии. Мобильные телефоны. Тик-тик-тик-тик. Ютуб. Тик-тик-тик. Ютуб в интернете. Earphones. Сети айфоны. И ты уже на сатсанге. Какие-то наушники. Раз-два, и ты уже на сатсанге. У меня есть один вопрос все-таки. Still, I have one question. Yes, please. В процессе слушания тебя я пыталась осознавать, пытаюсь осознавать, вот, следовать твоим словам. While listening to you, I'm trying to be aware and to follow your words. Oh, that's the problem. That you're trying. That you're trying. See? Don't try to be aware. Don't try anything. Вообще ничего не пытайся. Не старайся. Just listen. Просто слушай. И тогда понимание, постижение истины, оно произойдет само по себе, просто по ходу слушания. People are trying to be aware. Люди пытаются осознавать, быть осознанными. If you try to be aware, но когда ты пытаешься быть осознанным, you are thinking about being aware. Получается, ты просто думаешь о том, чтобы осознавать. Да, тут как-то вот мой ум постоянно вмешивается в этот процесс. Yes, exactly like that. My mind is always interfering in that process. The mind tries to be aware. Да, вот у меня вопрос, что осознает сейчас? Мой ум осознает? Или вообще, что тогда такое осознание? So that is my question. Is it my mind who is aware of everything? Or what is that which is aware of everything? Ah, beautiful question. The mind cannot be aware. Прекрасный вопрос. Ум он не может осознавать. You can be aware of the mind. Это ты можешь осознать, увидеть ум. The mind cannot see. А ум не может видеть. See, the mind is seen. Это ум видим. Ум замечается. Ум наблюдается. The mind cannot think. И точно так же ум не может думать. The mind is a thought. Потому что ум — это не что иное, как мысль. There is no organ called mind that produces thought. То есть нет некоего органа, ум, который бы производил мысли. There is no mind apart from thoughts. Вообще нет ума вне мысли. Кроме мысли. Ум — это и есть мысли. The body is made out of food. Вот, допустим, тело, оно сделано из пищи. The mind is made out of thoughts. А ум сделан из мыслей. Извините, тело сделано из пищи, а ум — из мыслей. So, who is conscious of the mind? И тогда вопрос, а кто осознает ум? What is conscious? Что осознает? I would like to tell you that that you will never know. И я хотел бы тебе сказать, что ты никогда это не узнаешь. It cannot be known. Потому что его нельзя узнать. It is the unknown. Это непознанное. Это нечто незнаемое. I can say, for example, I am conscious. Я могу сказать, я осознаю. I who? Но я, кто этот я такой? I have no clue. And I will never have. I will never know who am I. Or what am I. I know that I exist. I know that I exist. Always. As what? That will remain a mystery. The mystery is a mystery even for itself. Who is conscious? It cannot be known. Because it is not an object. It is not a subject. I would like to be aware as well that I exist always. You said, I know that I exist always. So I would like to be aware as well of that. Are you ready for not sleep anymore? Are you ready for not sleeping anymore? Are you ready for not sleeping anymore? если ты просто осознаешь происходящее тогда ты знаешь, что ты всегда существуешь. Если ты осознаешь этот фокус знаете, я больше не делаю виноватым ум на самом деле не ум вот это вот заблуждение создает это мы сами неосознанно вот это создаем или даже по-другому такое случается неосознанно пытаюсь осознавать я пытаюсь осознавать но разве ты не осознаешь, что ты пытаешься осознавать и когда ты замечаешь, что ты пытаешься осознавать эта попытка просто сразу же исчезает и ты остаешься, как есть, осознавая все так же осознавая появляется какая-то неподвижность когда дыхание замирает даже вот and even breath stops yes да но вот этот аналитик внутренний анализирует дыхание замирает я замираю он меня все портит и я ухожу из этого состояния but then this analyzer comes into existence okay I'm still I'm still now and breath has stops and it spoils everything yes да and you are conscious of that но ты же это замечаешь ты осознаешь, что он появился and when you are conscious of that that stops then and then and it is okay and it is natural and it has to happen так должно происходить the unconscious thinking has to happen то есть неосознанное мышление неосознанное размышление они должны происходить they have to show up они должны проявиться выйти на поверхность so you can be conscious of it so you can be recognized а чтобы эти неосознанные мысли могли быть распознаны за то, что они есть на самом деле просто концепция see and when it is realized that it is realized as being just a concept it melts away and another one comes and another one comes and this is what I call the process of dissolution of the egoic structure именно это я называю процесс растворения нашей структуры эго нашего эго вообще which can make which can last for some time it can take some time и на это, конечно, может потребоваться какое-то время so time is actually time is when it is happening when it is happening that is time the sense of time is created by an idea I have to I don't have to I have to get there to find that to get rid of that to run away from that я должен избавиться я должен убежать see от чего-то so I can be happy everything can be okay you see чтобы я мог быть счастлив чтобы все было хорошо so this movement which is basically seeking в основном в основном они сводятся к стремлению к чему-то creates a sense of time вот такие вот стремления которые производят движения именно они у нас создают ощущение времени что время есть and sometimes this process can be rather painful и иногда весь этот процесс он может быть достаточно болезненным it can express itself in emotional suffering то есть все это неосознанное оно может проявляться всплывать на поверхность в виде эмоциональных страданий memories какие-то воспоминания all this coming to the surface всякое разное появляется see having to having to see the photo album то есть получается так что ты просматриваешь фотоальбом что было see this is you and me ум тебя говорит вот это же ты и я see the mind says это ум говорит but if you let it happen но если ты разрешишь этому происходить see you will find that there is peace beauty and even love in the middle of the most memory ты сможешь обнаружить что присутствует появляется или чувствуется покой и даже любовь посреди каких угодно воспоминаний даже самых безобразных сейчас я сижу тут рядом с тобой мне очень спокойно я не переживаю что тут столько народу мне так хорошо вот сейчас now while I'm sitting here I feel very quiet I'm not worried that I'm at front of many people and I feel very quiet and peaceful но у меня такой вот мой ум мне говорит что может быть я от чего-то сбежала там и куда прибежала but now my mind is saying maybe I have run away from something there and I just escaped and that's why I'm here look at that посмотри на это посмотри на эти мысли when I start looking at them it's like I'm getting into fog something like fog everything is ambiguous so there is ambiguity that's another unconscious mental activity can you see that? that is unconsciously mind made dullness confusion moods но все это настроение this is a thought тоже мысль moving around мысль которая ходит по кругу producing some sort of phenomenon and all of that expresses itself get manifested in the body and all of that expresses itself get manifested in the body мысль but if you remain as that which is simply effortlessly conscious but if you remain but if you remain as that which is simply effortlessly conscious see there is peace there is peace несмотря ни на что присутствует покой да покой есть yes there is peace exactly правильно and you are in essence that peace и по сути ты есть этот покой that peace is conscious that peace is conscious of the fog and at the same time is conscious of itself получается что это покой осознает туман и в то же время осознает сам себя peacefully confused ты так спокойно находишься в замешательстве peacefully angry или ты спокойно сердишься there is anger ну есть злость and there is peace и покой в то же время there is fear или есть страх and there is peace и в то же время покой there is sadness есть грусть and there is peace и покой there is pain боль and there is peace и покой there is pleasure или есть удовольствие and there is peace и покой everything else apart from peace comes and goes получается что все остальное кроме покоя приходит и уходит this peace always exists а этот покой всегда существует and you are always essentially that peace и по сути ты есть всегда этот самый покой you cannot separate what happens from peace и происходящее нельзя отделить от покоя оно не раздельно от покоя you cannot separate even the ogliness from peace даже безобразие что-то некрасивое нельзя отделить от покоя оно не находится вне покоя и нет конфликта видишь нет двойственности нет раздвоения то есть нету я и происходящее there is no eye can you see that ты замечаешь что вообще нет я я понимаю что нет я I understand that there is no I there is no because really a person is an illusion right правильно тогда вопрос кто я где я but then there is a question who am I and forget about that question забудь об этом вопросе you already know it потому что ты уже это знаешь now remain просто уже познала это теперь ask the answer оставайся ответом тем ответом который ты познала as this effortless conscious existence вот этим осознанным осознанным существованием без усилий без напряжения when you try to do something about something когда ты что-то пытаешься сделать с чем-то это значит что раздвоение уже произошло то есть чувство раздвоения между тобой и происходящим уже произошло чувство раздвоения и вот тогда возникает это напряжение чтобы что-то управлять чем-то проконтролировать или начать осознавать что-то все сводится к тому что мы так скажем неосознанные размышления пытаются избавиться от предыдущих неосознанных размышлений то есть получается неосознанность борется с неосознанностью что-то вроде этого там something kind of this is happening inside and this has to happen оно так и должно происходить you can't go wrong и понимаешь на самом деле ты не сделаешь ошибки ты не сможешь зайти куда-то не туда вот такое движение должно происходить понимаешь даже видимое кажущее усилие оно на самом деле происходит без усилий даже это ты не можешь проконтролировать все что ты можешь делать это только осознавать то что происходит как это происходит и как оно потом растворяется уходит ты больше ничего не можешь сделать и даже нельзя сказать ну хорошо я буду позволять всему случаться понимаешь замечаешь это так Продолжение следует... Вот эти звуки, как будто бы кто-то там рукопашным боем занимается или что. Тут стук. Какой-то кендо. Спасибо, Цезарь. Это оно и есть. Это оно и есть. И в этом нет делания. Нет усилий. Не возникает напряжения. И это не практика. Только осознание. Только осознание. Осознание происходящего. То есть растворение эгоистической структуры является производной простого осознавания. И когда происходит какое-то творчество, это тоже всего лишь производное осознавание. Или лучше сказать, когда ты просто осознаешь. Потому что осознавание, вот как свойство, оно само ничего не делает. Это просто осознавание. А все на самом деле как бы делается вот тем, что находится вне осознавания. То есть когда я осознаю, вот из этого простого я осознаю, все и происходит. Вот этот вот кто-то тот, кто стоит даже за осознаванием, этот мега-первый. Это есть ты. Сознавание. 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 как бы так хорошо становится потом такой ум сейчас кто-то хочет выйти задать вопрос for some time it feels good everything is okay but then mind comes and wants to ask a question yes I'm sorry everything is okay now but then mind kicks in that probably somebody there wants to ask a question and I need to go away yes, yes look at that thought and what is it now где они сейчас сразу исчезают и как-то все более неподвижность появляется исчезает мысль тут начинаю думать сейчас какая-то такая неподвижность она прям вот глубже и глубже становится they're disappearing and then some kind of stillness appears and it it's becoming deeper and deeper that's it такое ощущение что я сейчас совсем замру и отсюда со стулом выносить буду and it feels like I'm gonna be still and just stiff totally now and somebody will have to bring me out from this chair yes can you see this beautiful aliveness ты замечаешь вот это вот очень нечто красивое живое внутри this neutral aliveness animating the body permeating the body нечто живое нейтральное что пронизывает тело ну что-то живое точно замечает well something alive I really notice I can see something yes it's a power это сила что-то вот здесь yes something here and there this is what the people call love it's a power it's not a romantic feeling it's the power that is running that it's a power that exists that existence uses to run this business called life это некая сила и это есть любовь то есть на самом деле вот это есть любовь то что люди называют любовью на самом деле это вот то что ты чувствуешь и на самом деле именно эта сила управляет всем миром ну вот тут есть какая-то сила вот она все портить начинает вот здесь but then there is another power here and it spoils everything that's powerless 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 yes но эта сила она бессильна when that which is here mixes with that power на самом деле что происходит то что здесь оно смешивается с вот тем что ты здесь переживаешь с вот этой силой then the body и вот тогда тело начинает как-то приводить движение that becomes your reality и это превращается в твою действительность например тахикардия сердцебиение очень сильное and even the heart can start beating very fast тахикардия сейчас и сейчас иногда начинает нарастать it can happen with me and even now it starts happening and it's it's coming more and more okay yes be conscious of that хорошо тогда просто осознавай это что оно происходит and everything comes down see again видишь все успокаивается опять yes this is it can you come tomorrow завтра сможешь прийти завтра не к сожалению из другого города unfortunately I came from the other city only for today только на один день и в пятницу субботу может приеду but probably I will visit you on Friday and on Saturday I would love to talk to you again я был бы очень рад еще раз с тобой поговорить хорошо хорошо спасибо спасибо thank you my pleasure nice to meet you thank you очень рад познакомиться только пять минут осталось хорошо давайте посмотрим у меня быстрый вопрос I have a quick question мучает меня одна мысль one thought is torturing me вот сновидение что это факт действительность или это иллюзия или мысли фантазии what are dreams are the fact something real or just illusion фантазии dreams are non-digested experiences from the waking state сны это просто воплощение каких-то переживаний которые не до конца пережились в состоянии бодрствования не до конца усвоились с тобой и ты их переживаешь во время сна на самом деле сон это благословение через сон ты можешь от всего этого от этих переживаний избавиться и это благословение потому что ты не можешь ими управлять ты там безнадежна как только ты просыпаешься просто забудь о них нет дело в том что во сне я управляю своей и мысль возникает там и поступками и меня интересует то что как это влияет на мою жизнь то есть я принимаю решение во сне то есть обдумываю даже не знаю как это назвать обдумываю или нет но у меня есть всегда выбор что-то сделать и я принимаю решение что-то делать не делать и вот как вот это решение влияет на жизнь но реальную а кто контролирует кого ты имеешь ввиду говоря я когда ты что за я ты подразумеваешь когда говоришь я вот там принимаю решение выбираю но вот с реальной жизнью у меня как-то проблем не возникает вот я осознаю и чувствую и мысли особых мысли меня не беспокоят но во сне я себя чувствую так же как и наяву и так же принимаю какие-то решения и поступки то есть получается что я делаю но всегда стоит выбор передо мной и я что-то выбираю то есть только во сне да ты как бы выбираешь вот не знаешь что выбрать да нет да иногда во сне я затрудняюсь делать какой-то выбор но в результате что-то выбираю но наяву бывает тоже затруднение с выбором а ты можешь что-то выбрать о чем ты не знаешь сейчас сейчас подумай давай очень аккуратно к этому подойдем ты можешь что-то выбрать из пустого шкафа или ты можешь выбрать только из того что уже находится в шкафу нет иногда я создаю что-то сама но иногда я создаю что-то сама myself что именно ты хочешь ты же чего-то хочешь у меня вопрос прямой вот то что мы видим в снах вот это реальность вот так так же как наша жизнь или это иллюзия и сказка которую посмотрел как мультик и забыл my question is one and very direct everything what we see in our dreams is it real as much as our waking life is real or all our dreams all what we see in dreams is just illusion it's just like a movie this is another dream но вот это жизнь наяву это еще один сон это сон номер один а те сны это еще сны номер два то есть movie number one movie number two то есть это кино это фильм номер один а то фильм номер два то есть если я какие-то неверные шаги делаю во сне это тоже на что-то влияет то есть имеет какие-то последствия so if then if I do some actions in my dream it also has some effect some consequences my actions my question is what do you mean by I if I do something what do you mean by I а я тебя спрашиваю вот это вот то я которое там что-то делает что это за я о каком я ты говоришь что ты подразумеваешь под я я это я к чему относится я это я которое осознаю действительность так же как и во сне осознаю сон that I that I which is aware of reality that I which is aware of a dream also I am afraid that you are not talking from experience я боюсь что ты сейчас говоришь не из реального опыта for you that is still is a belief if you know that you are that which is conscious you will know that that what you are conscious of is not separate from you тогда ты четко знаешь что все что ты осознаешь не отделено от тебя и тогда естественным образом не возникает никаких вопросов о выборе потому что нету раздвоения нету двоих выбирающего и выбора и не будет вопросов о контроле об управлении чем-то потому что чтобы чем-то управлять нужно этот некий управляющий и что-то чем можно управлять что-то чем ты хочешь управлять но так на самом деле это не так на самом деле если ты если ты постигаешь или просто понимаешь свою истинную природу свою суть тогда ты одновременно понимаешь что ты по сути не выбираешь твоя природа она безвыборна вопрос по поводу управлять не управлять они возникают когда в существовании происходит отождествление любое вот это проконтролировать или поуправлять будет происходить от ума а на самом деле нет никакого пульта управления только эти пальчики воображения которые пытаются нащупать кнопочки и поуправлять а вот то что происходит в твоих снах это высвобожденное подсознание или неосознанное называй как хочешь если допустим я пойду и начну смотреть фильм ужаса от Стивена Кинга знаешь Стивена Кинга? знаю но не смотрю знаешь что фильм ужаса вот ты идешь и смотришь все эти страшные картинки и конечно ты веришь что они настоящие и поэтому они оставляют какой-то отпечаток в тебе то есть на самом деле они оставляют отпечаток потому что ты не на сто процентов осознавала то ты не осознавала факт на сто процентов из-за того что было чувство раздвоения и затем ты отправляешься спать и могут произойти во сне придут какие-то кошмары страшные картинки опять возможно они будут спроецированы и показываться немножко по-другому не так как было понимаешь о чем я то есть все все образы повторите пожалуйста все образы которые являются к нам в сновидениях это переживание прошлого опыта получается а вот та часть которая не большая это что окей ты говоришь я не понимаю чего ты от меня хочешь вроде бы ты хочешь чтобы понять как выбирать но я не могу тебя научить как выбирать потому что ничего нельзя контролировать я допустим даже не смог контролировать то что мне понадобилось в туалет я не могу вот то что человечна человеческую часть себя я и ту не могу контролировать и все что я делаю просто позволяю человеческой части выражать себя что вообще вот в этом желании стремлении постоянно контролировать когда есть желание контроль это говорит о каком-то привкусе неудовлетворенности это просто любознательность знать я просто хочу знать я не знаю как управлять контролировать нет вопрос не в этом я вне контроля я вообще не под контролем вопрос в том что есть реальность то есть получается что реальность сон и реальность сон так же реален как жизнь правильно she's asking this again the same thing the question is what is real and she's saying so a dream is real as much as this reality is real yes this is a mental state вот это вот это состояние ума dreams are another mental state то есть сновидение это еще одно состояние ума а состояние глубокого сна это третье состояние ума реально по-настоящему реально то что все это осознает то что осознает вот эти вот три сменяющихся состояния все спасибо большое я получила ответ на свой вопрос thank you very much I've got the answer to my question yes yes thank you thank you thank you thank you thank you